126 человек из Брестской области отдали свои жизни, исполняя интернациональный долг за пределами нашей страны. 124 из них погибли в Афганистане. Но до сих пор жива светлая память о каждом из них, и поэтому по доброй традиции ежегодно в администрации Московского района проходит торжественное памятное мероприятие, приуроченное к дате вывода советских войск из Афганистана. Снова в прошлое вернусь, облаком седым, и увижу снова я, словно кровь в закат, и погибшие друзья предо мной стоят. Ну это дата символичная, это символ мужества, героизма тех лиц, которые, в первую очередь, отдали жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Воины-интернационалисты, они ведь и сейчас наши тоже активные помощники в наших общественных делах в плане патриотического воспитания молодежи. Поэтому действительно это мероприятие такое очень важное, символичное, то, что она проходит у нас сегодня в администрации. Вот уже прошло более 30 лет, но День памяти, он возвращает нас к тем событиям, и, конечно, важность его проведения в том, что нужно извлекать из всего этого уроки. Безусловно, важно и грядущий референдум, в котором есть четко обозначены поправки в Конституцию, в котором сказано о том, что наши ребята, наши военные не будут воевать на территории другого государства. На памятном мероприятии было много людей, которым пришлось воевать на территории другого государства. Это было тяжелое и страшное испытание, через которое они прошли с достоинством и вынесли для себя главный урок. Война – это, сказать, это горе, слезы и беда. Одним словом, беда. Во-первых, это удар, психический удар человека. Не каждый от этого восстанавливается быстро. Каждому есть свои периоды, свои моменты. Это, знаете, лучше желать всему миру и на мире, на нашей планете. Мира, самый большой мир. Война – это хорошо не бывает, только плохо. Война изменила судьбу и навсегда оставила след в душе матерей и вдов, не вернувшихся с поля боя солдат. Но и сегодня офицерско-солдатское братство поддерживает и не оставляет своих. В их числе и Валентина Блажко, муж которой погиб в Афганистане. Он был командир взвода автомобильной роты и сопровождал колонну, как обычно, в Шинданте. По дороге попал под обстрел. Это страшно, конечно. Вот эти слова сейчас, которые действительно, как сказал Рогачук, в последнее время напоминают война, война, война. У меня где-то в душе. Я знаю, что войны не будет. Наши не допустят этого, потому что столько это и отечественное, и Афганистан мы прошли. Поэтому я надеюсь, что, конечно, больно слышать эти слова. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.